так данная игра не предназначена для детей и впечатлительных особ личности подверженные подверженные нервным расстройством или находящийся в состоянии депрессии мог пострадать процессе игрок и прочесть предостережение можно на сайте для такого чтобы начать играть доки доки литературы the club подтвердите что достигли возраста 13 лет и осознаете что используете стрессовый контент о господи я уже стрессую данная игра не предназначена для детей и впечатлительных особ и мы возвращаемся в доки доки литературный клуб но в принципе надо же было все-таки доделать и снимать принципе да так что у нас тут живут ему немножко убавим так меню черной ладно это новая игра а точно блин ну ладно нам придется тут немножко так идет нет да ё-моё уроки закончились и подошло время собира собирая собрания круг клуба за последнюю пару дней немного в нем освоился это как бы продолжение третий день рута саюри хай дыды 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 и ел саюри ты сегодня хорошим настроение нет нет просто еще не привыкла к тому что ты теперь в клубе только и всего ясно тебя оказалось так просто порадовать но с тобой в принципе всегда просто чего бы это не касалось кстати я немного проголодалась не сходишь со мной в буфет нету спасибо а ты же мне обычно нет к ты же мне обычно не отказываешь у меня есть на это причина может взглянем в твой кошелек саюри чего это ты вдруг да ничего особенного просто захотелось на него посмотреть сэри с опаской вытащил свой кошелек немного повозилась защелкой и открыла его затем перевернула его вверх тормашками позволяя содержимому выпасть на парту а столешницу стукнуло всего две мелкие монеты так и знал я вижу тебя на сквозь саюри так не честно откуда ты вообще узнал все просто если бы у тебя были деньги ты бы купила себе поесть заранее так что либо ты не голодна и ищешь повод прогуляться а либо решила под шумок сделать вид будто забыла что все истратила и попросишь у меня взаймы ах да и еще один нюанс не уверен что хоть раз видел тебя сытой таким образом остается только одно сдаюсь не буди мою совесть из если тебя мучить совесть значит есть за что мучить неожиданно рассмеялась юрий и даже не думал что она нас слышит она как обычно уткнулась свою книгу ой не подумайте что я послушивала просто там книги такое юрий деды них не хочет одалживать ни деньги скажи ему ты не нужно втягивать в это меня саюри там уже тебе следовало будет покупать только то что ты можешь себе позволить и откровенно говоря твои страдания справедливо воссоздать справедливое воздание за подлую попытку надувательства ой ой я сейчас я не не хотела сказать я слишком увлеклась книгой не так нравится когда ты открыто выражаешь свои мысли юри ты не понял это случается не часто но ты в эти моменты такая забавная это ты не можешь считать так на самом деле хотя в целом ты права я поступила плохо и должна должна принять воззмеяние воздай воздаяние до его вот смотри на тебе смотрю на тебя саюри и думаю что в каждом из нас скрывается маленький дьявол не обманывайся саюри отдает отчет своим движением своим движением она сообщила вам что завербовала меня в клуб еще до того как поставила об этом в известность меня но но ты ты даже не взглянул бы если бы не кексики поэтому мне пришлось обмануть нацики чтобы она их испекла да ладно тебе саюри я не настолько непрошибаемый ай что-то звучно шмякнулась об лицо саюри и упала на парту ой что это а ай кексик стопудово стопудово здоровенный кекс упакованный в пластик саюри огляделась и этот знак свыше знак что я получила свое воспитание воздаяние но в этот раз почти угадала и я начал я сначала хотела просто угостить тебя им но потом услышала твою болтовню насчет кексов она не говорила еще не начали насчет насчет кексов но я такого не помню в общем твоя реакция определенно того стоила нацики это так милостой стороны мне так приятно саюри обняла кекс блин просто съешь его она молниенозно разломала упаковки упаковку упаковки и взгрыз вгрызлась в кекс так вкусно и тут же резко при приезжала руки губам я про кузила язык всего один кекс а сколько приключений нацуки откусила свой а твой тоже выглядит аппетита нацики можно попробовать блин попрошайка попрошайки не перебирают но твой шоколадный точно почему почему-то по-твоему я дала тебе другой ну ладно я все равно очень рада что ты со мной поделилась и хи 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 саюри встала со своего места и зашла за спину нацики обнимая ее ох блин я поняла поняла не расставаясь с кексом нацики потянулась чтобы отцепить от себя саюри саюри вдруг перепрыгнула через нее и откусила кусок кекс нацики эй ты реально это сделала саюри с набитым ртом отскочила на безопасное расстояние мы с юри тоже расстрелялись брен ты никогда ведь ты как ты иногда ведешь себя так как ребенок моника скажи и саюри а нацики гляделась моники в помещении не нашлось пропала девочка 20 лет а куда делась моника хороший вопрос она никогда из никого из на из вас не предупреждала что опоздает меня нет ого и мне тоже тебя зачем как-то непривычно надеюсь не все в порядке естественно с ней все в порядке наверное у нее просто появились какие-то неотложные дела все-таки она многим нравится что ты же не думаешь что она что у нее есть не удивлюсь если это так ее наверное желают больше чем всех нас вместе взятых и хихихи про и правда что прости дверь неожиданно распахнулась извиняюсь дико извиняюсь а вот и она не собиралась опаздывать надеюсь вы не слишком волновались о все таки между клубами парнем мой парни мордника выбрала клуб у тебя и жила железная воля парню что за чушь ты несешь моника с не удовольствием недоумением посмотрела на меня забудь так что так что так что там тебя задержала а ну сегодня последним уроком было самообучение честно говоря я просто потерял счет времени только странно получается ты бы ведь по-любому услышал от звонок скорее всего я не услышал его потому что играла на фортепиано фортепиано не знал что ты играешь еще и музык что ты занимаешься еще и музыкой моника ох ну не сказать что прям занимаюсь начала то я совсем недавно всегда хотела научиться играть на фортепиано это так круто ты обязана сыграть что-нибудь для нас моника но я моника бросила на меня взгляд возможно я сыграю когда немножечко подучились ура звучит здорово буду ждать с нетерпением неужели в таком случае я не подведу тебя да 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 моника мило улыбнулась ах если я совсем не со я совсем не собирался на тебя давить правда не переживай не все равно много тренируюсь последнее время и я ни за что не упущу возможность сыграть когда буду готова понятно в таком случае желаю удачи спасибо итак я ведь ничего не пропустила да вроде нет я предпочел не упоминать о некрасивой выходке саюри уверен что нацики потом все равно не обидничает а сейчас все кажется как раз вернулась в норму саюри уже каким-то образом умудрилась прикончить свой кекс юрий вернулась в брошенной книге а нацики скрылась к кладовке ды 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 ко мне подскочила саюри мне можно забрать кое-что принадлежащее из другого класса пойдешь со мной принадлежностью для чего ну знаешь фестиваль ведь на носу мы с моникой собирались сделать плакаты и все такое поэтому мне нужно эти мелкие маркеры клей а понятно конечно я схожу с тобой ура надо моника мы ненадолго ой ды 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 идет с тобой за принадлежностями не напрягайся я сама с ним с радостью схожу о ну я но я хотела пойти исследовать пустые классы так весело ладно ладно я нас я не настаиваю постараюсь еще и ватма найти хорошо окей идем ды 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 ага мы вышли из помещения клуба саюри что-то напивала и шагала по коридору в привычку припрыжку а я следовал за ней господи такое чувство что я веду ребенка в развлекательный центр иногда саюри находит в удовольствие находит удовольствие в сущих ми мелочах эй саюри а что мы вообще готовим для фестиваля даже и не знаю как из литературы устроить представление хе-хе-хе-хе у нас с моникой все расписано не переживай да ага мы ступили выступим со стихами выступим это как но все будут по очереди выходить на сцену и читать свои любимые стихи о звучит как-то отстойно да 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 ты совершенно ничего не понимаешь мы ведь не просто будем считать стихи это будет целое шоу вот ты например ты зачитаешь строки у мног у мног моих взбывал ко мне цветок оставшийся последним сверкнул его я стебель свернул его я стебель от корнея освободил лелею бережно его последнее мгновение но для чего ему сию я радость подарил куда бы ныне я не кинул взор то после что когда ты благодарным благодатным было теперь лишь пустошь жизнь лишено жизнь лишено типа вот так саюри как бы это сказать уверен что дело вам дело во мне но я совершен но я совершенно не могу воспринимать тебя всерьез когда ты так разговариваешь что злюка сам саюри снова начала кружиться теперь уже в коридоре этот класс вроде пустой давай начнем нашу миссию миссия да я уже очень давно вот так не проводил время саюри но в конце концов она ни капельки не изменилась она так и осталась просто комочком света впитывающий все положительное из окружающего мира такая ностальгия с каждым годом я проводил все меньше и меньше времени вне своей комнаты поэтому такие вот приключения саюри вызывали у меня особые чувства о существовании которые я уже забыл мы зашли в класс саюри отправилась прямиком в кладовке я пошел за ней так что он тут у нас мелки саюри сняла с полки коробку полную мелков о еще и лучший и о еще и лучший маркер марки грязноватые правда саюри начала вытягивать из коробки разные милки и читать название цветов так с этим разобрались не отвлекайся нам еще нужно найти подожди я ищу свой любимый цвет хорошо тогда хотя бы отойди чтобы я мог поискать батман ой я один уронил случайно пам а саюри наклонилась и метко стукнулась лбом об полку бывает она упала на пол и мелки посыпались на нее ой 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 ты как в порядке мой лобик саюри саюри держалась за лоб свой лоб да саюри это прям в твоей в твоем репортуаре дай посмотрю так как саюри все еще сидел на полу я обхватил ее за талию и вытащил из кладовки тебе придется убрать руки саюри но больно же всего на секундочку саюри медленно опусти отпустила свой лоб я бережно отодвинул ее челку ау извини посреди ее лба красовалось огромное красное пятно а заодно и начали начала набухать шишка у у большая будет надо приложить лед ды-ды-ды где я вообще сейчас найду лед а где я вообще могу найти сейчас лед о можно обойтись холодным напитком не надо я не против быть похожи на единорога саюри умудрилась отпустить дурацкие шутки даже корчаясь от боли ахахах ты о чем вообще я быстро окей ахаха я легонько хлопнул саюри по плечу и выбежал в коридор нашел ближайший торговый автомат чтобы взять это было не так уж и важно ведь этот напиток будет применяться не по назначению а в качестве пакета со льдом однако я знал что саюри нравится яблочный сок поэтому его и купил саюри саюри и глаза маркнуть не успела как я уже вернулся в класс где ее оставил она держала одну руку на лбу а вторую неуклюже а вторую неуклюже пыталась собрать мелки обратно в коробку ну по крайней мере они были не на своих местах еще до того как я их рассыпала кх держи я дал свою бутылку яблочного сока какой холодный классно саюри открыла крышку и начала пить ты что творишь что ж что ж для твоего лба дурочка ой извини я забыла что ж как сильно надо было удариться чё а это был странный вопрос саюри приложил бутылку к шишке и на своем бу колит потерпи скоро полегчает я смотрю ты уже почти собрала мелки это хорошо эй да 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 все это заставляет задуматься о взрослении скажи а ты о чем помнишь как мы раньше гуляли вместе я постоянно пыталась за тобой угнаться то я никогда не замечала ничего вокруг например я обычно оставала отставала от тебя и не могла забраться в те места куда забирался ты а иногда пыталась делать вещи на которые была неспособна а в результате падала получала царапины набивала шишки а потом начинала громко-громко плакать а ты тут же спешил мне на помощь делал все что мог лишь я бы перестала плакать ты будто во всем винил себя и боялся что тебе достанется если кто узнает хотя твоей вины в общем-то и не было и что и правда и правда так себя вел ага ты не помнишь если подумать то может и помню немного пожалуй я был настолько сконцентрирован на своих играх что не уделял тебе достаточного внимания так что какая-то часть вины все таки лежит на мне как к слову и в этот раз если бы я не поторопливал тебя выбрать выбирать из выбираться из кладовки ты бы может и не ударил с головой да 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 не уверена что ты это замечаешь но ты постоянно думаешь о других как будто и не было всех этих лет ты торопишься не на помощь даже несмотря на то что я лишь проявила свою неуклюжесть ты такой душка не называй меня так да и я не постоянно так себя веду в случае с тобой это как бы само собой разумеется мое отношение к тебе сознательное наверное так вышло из-за того что мы так долго дружим правда может ты и прав да ты я рада что между нами ничего не меняется как думаешь это продлится вечно? вечно? если рассуждать здраво то нельзя даже предсказать какие колледжи мы попадем и что будет после этого так что было бы не честно с моей стороны давать какие-либо обещания так и ну я надеюсь на это ведь уже так много времени прошло правильно даже представить не могу что ты когда-то изменился так что прогноз позитивен я так рада в экзах Сайори мелькали шаловливые огоньки шаловливые огоньки несколько секунд мы молча смотрели друг на друга внешне она такая глупенькая и неуклюжая что когда я вижу ее такой задумчивой мне не хочется ее беспокоить думаю нам стоит возвращаться не хотелось бы заставлять монику волноваться но удачи тебе с этим она ведь все равно увидит твой лоб не увидит я зря спрячу его под челкой Сайори скачала на ноги ай она снова схватилась за лоб кто же дергается сразу возле того как ударился ну что теперь теперь что уже теперь сделать в общем идем я вышел с класса вслед за Сайори она бесшумно пыталась прикрыть своей челкой шишечку мы оглянуться не успели как уже стояли у двери клуба а вы вернулись очень вовремя я как раз собиралась начать обмен снигами а Сайори твой лоб с ней все в порядке а с ней все в порядке не переживай я играл с мелками ударилась головой об полку э э э э э ладно вам удалось найти все необходимое ага вот о ой Сайори стала отчаянно осматриваться я я все забыла успокойся Сайори все вещи у меня я заодно нашел ватман ахахаха судя по твоим словам в итоге всю работу сделал ты да 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 но Сайори она я не смог придумать оправдание для Сайори я вносила приключенческий элемент вот что вот точно эхахаха хорошо хорошо в любом случае хорошая работа я займусь плакатами уже сегодня вечером и я и так мальчики и девочки вот готовы остро вы быть проверим чтобы коротко с мелками плотно закрытой вернулся к своему месту в саюре конечно да 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 я обожаю твои стихи не могу поверить что ты спрятала от меня такое ничего я не прятал но твои стихи такие классные вчерашний да ё-моё вчерашний да и сегодняшний не говорит что не писал их раньше хочу сказать что-то единственное кто так считает так что быть такого не может даже нацики нет думаю нацики последнее кто признается в том что ей что-то нравится но я не думаю что это так что ты имеешь ввиду но буду говорить откровенно писать стихи гораздо проще когда я думал о тебе что ой-ой-ой прекрати воображать всякие глупости а прекрати воображать всякие глупости дырёха я хотел сказать что ты довольно экспрессивный человек вот разве я могу писать стихи о своей собственной глупой жизни но ты каким-то образом превращаешь всего вокруг тебя приключения даже мелочи например готовку давай не будем об этом и так так что да в общем я хотел сказать что эмоции сильнее когда я пропускаю их через тебя они через себя у нас какая-то странная связь это ты виновата что постоянно взглядаешь мои дела не совсем поняла ты никогда не по ним не понимаешь того что я тебе пытаюсь объяснить да союри я погладился или по голове я уже не ребенок ты в этом уверена наверное наверное стала вертеть в руках карандаш и дыды дыды не отдашь мне свой стих не хотелось бы его сохранить зачем потому что это первый раз когда мы когда ты написал что-то для меня и и цель ты абсолютно все поняла не так я писал это не для тебя и эхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Правда? Щелк. А, я сломал карандашик. Сайори поспешно наклонил, чтобы подобрать обороненный кусочек. Короче, но не глядя вокруг, ударилась об меня. Прости. Все нормально, нормально. Я сам по нему. Я присел и поднял сломанный карандаш. Сайори вцепилась в соседнюю парту, чтобы стоять на трясущихся ногах. Я, я сегодня какая-то неукрюжая. Давай присядем, Сайори. Ага. Я взял Сайори за руку и помог ей присесть за парту. Кстати, я даже до сих пор не прочел твой стих. Ой, прости, совсем забыла. Но он не такой хороший, как твой. Ой, да не переживай. Уверят, что мне понравится. Бутылки. Окей, я не буду читать. Твою же мать. Сайори, это реально ты написала? Конечно, кто же еще. Разве я тебе вчера не говорила, что напишу лучший стих на свете? Да, но... В смысле, я не ожидал тебя такого. Моника многому меня научила. И я недавно серьезно покопалась в своих чувствах. И я заметил. Я заметил. Даже жутковато как-то. Жутковато? Ну, не совсем так. Может, это из-за того, что я привык видеть тебя жизнерадостной? Ладно, не парься. Я что-то совсем в дебри полез. Главное то, что у тебя отлично вышло. Можешь гордиться собой. О, спасибо. Мне казалось, что я должна это все выразить таким вот образом. Это даже помогло мне немного разобраться в своих собственных чувствах. Стихи это как магия. Вижу, ты этим загорелась, да? Надеюсь, что продолжишь в том же духе. Да. Стихи это круто. Буду писать их до самой смерти. Ага. Притормози. В Сайоре всегда была эта привычка с головой. Погрузиться в новое увлечение, а уже через неделю его бросить. Интересно, в этот раз будет так же? Но, видя тут эту страсть, в ее глазах трудно оставаться пессимистом. Так. Нацуки. Хм. Ну, это явно не хуже прошлого. Но я не могу сказать, что лучше. Фух. Фух. Чё? Что еще за фух? Ну, все, что не катастрофа, уже победа. Но у меня такое чувство, что ты здесь самая придирчивая. Эй. Эй. Как бы ты... Стоп. А вдруг это был комплимент? Хе. Ахаха. Приятно, что хоть кто-то оценил мою опытность. Что ж. Прокликуйся. И когда-нибудь можешь, станешь таким же классным, как я. Это... Эм... Это что-то мне подсказывает, что нацуки понесло совсем не в ту степь. Вот смотрю и думаю, что это очень напоминает вчерашний стих Сайюри. Ээээ... Ты так думаешь? Да, наверное. Мы просто на одной волне из того, что так долго дружите. Но мне кажется, ты не должен быть в ее вкусе. О, как... О, когда это у Сайюри успели появиться такие вкусы. Да не знаю я. Ммм... Но реально... Как... Как я так... Как такая, эм... Воздушная девочка может проводить столько времени с таким, как ты? Такое чувство, будто она таскает за собой мертвый груз. Эээ... Вот это было лишним. Но раз уж мы рассуждаем в таком случае, ключе, то если бы я, не я... Она бы просто улетела вдаль, как... Выпущенный из рук воздушный шарик. Возможно сказать, каждый из нас по-своему заботится о другом. Что бы это ни было, мне не понять. Ах да, и я вроде как должна показать тебе свой стих. Вот. Эмми любит пауков. Вы знаете, что говорят об Эмми? Что Эмми очень любит пауков. Уродливых, мохнатых и ползучих. Вот этих мерзких любит пауков. Поэтому я с Эмми не дружу. У Эмми очень милый голос. Голосок. Я как-то слышал, как песню она пела. Мою любимую что-то про любовь. Каждый раз, когда звучал припев, стучало мое сердце в ритме слов. Но Эмми же так любит пауков, поэтому я с ней и не дружу. Однако, однажды жутко я ушибла ногу, а Эмми отвела меня в медпункт. И представьте, я всю дорогу старалась не касаться ее рук. Ведь Эмми очень любит пауков и ее руки мерзкие, наверное. Поэтому я с ней и не дружу. У Эмми просто множество друзей. Она им часто что-то говорит, что если после этих разговоров все тоже станут пауков любить. Поэтому я с ней и не дружу. Пусть у нее и у других есть и у других интересы. Пускай она об этом и молчит. Мне все равно, что для других это безвредно. Но это мерзкая. Мерзкая она. Мир станет чище без подобных ей. Я всем хочу об этом рассказать. Неплохо, да? Вышло немножко длиннее вчерашнего. Ну, тот был совсем уж короткий. Да и вообще, это был разогрев. Надеюсь, ты не подумал, что на самом деле я способна. На это я способна. Нет, конечно, нет. Короче, посыл здесь достаточно очевидный и неодозначный. По-моему, тут нечего объяснять. Сложные проблемы, когда подают через упрощенные аналоги. Чтобы люди осознали собственную глупость. Например, любой согласится, что персонаж рассказчика в этом стихе зашоренный ублюдок. Среди твоих знакомых есть такие люди? Конечно, именно так все реагируют на мою... Не важно. Это может казаться любого. Я писала так, чтобы было проще произвести аналогию. У каждого имеется странное хобби или порочная слабость. Что-то такое, что ты вскрываешь от других, опасаясь, что над тобой будут смеяться или презирать, если об этом узнают. Но это же и такая глупость. Какая разница, чем увлекается, если это делает их счастливыми и не вредит другим. Я считаю, что людям очень не хватает терпимости и нестандартным увлечением. Но я с тобой полностью согласен. Как минимум, я могу провести параллели. Я уверен, многие тоже смогут. Все-таки в этом я профи. И я пишу только о том, из чего можно извлечь полезный урок. Выражать эмоции, конечно, важно. Но я хочу заставить людей думать, а не только чувствовать. Запомни это. Но завтра я тоже сочиню хороший стих, так что жди. Юрий. Посмотрим, что ты написал на сегодня. Отлично, ДДД. Ты понемногу растешь над собой. Правда? Спасибо, Юрий. В твоих устах это значит многое. А? Пустяк. Мне просто приятно поддерживать других писателей. Я знаю, ты новичок, поэтому особо не переживай, если чувствуешь, что довести свой стих до идеала не получится. Не получается. Не нужно бояться. Будьте немного посмелее. Метафоры могут сослужить хорошую службу. Не переживай мыслительный процесс в механическую работу набора шестеренок. Отпусти свой разум в свободное обсуждение по чувствам. И записывай вещи, которые видишь и слышишь. Это один из способов заставить читателя заглянуть в твои мысли. Это довольно интимное упражнение. Я понял. Довольно интересная техника. Спасибо, что поделилась. У меня есть... У меня есть... Ну, подходящий пример, если ты захочешь прочесть... Конечно, этот стих, который ты написал на сегодня, Юрий кивнула и робко протянула мне свое стихотворение. Енот? Ладно. Я не буду читать, потому что у меня стихи реально сложные и скучные. Этот получился немного смелее, чем вчерашний. Заметно. Намного более метафорично. Может, дело в том, во мне, но я никогда не могу додуматься, о чем этот стих. Это верно. Он немного ближе к моему основному стилю. Использовать стих как основу для изрияния, яких образов и передачи эмоций через них. Да, если воспринимать все буквально, но я даже не смогу представить, о чем здесь говорится. Ну, я думаю, что это зависит от личного восприятия. Я хотел выразить чувства, которые испытывают... Испытываю, представиваясь своим необычным увлечением. Эмоции подобного рода мне обычно приходится держать при себе. Так что иногда мне нравится писать о них. Ха, забавно. Разве на цикле пишет не о том же? О том, как строится... Строится... Сторонница людей со странными интересами. Что? Она... Она пишет о таком? Да. Она говорила о том, что не важно, чем ты увлекаешься до тех пор, пока ты никому не вредишь. Она... Она права. Ой, в смысле... Она действительно так читает? Да. Кажется, у вас это общая черта. Это... Ну, это интересно. Она всегда казалась мне человек... Человеком, который будет смеяться над моими пристрастиями. Но, выходит, я сама виновата в том, что судила предвзято, да? Ой, пожалуйста. Не говори ей об этом. Не переживай, мне незачем. Ладно. Спасибо, что показал мне свой стих. В конце концов, если я не научилась запирать в себе свои странности, скорее всего, я бы тебя ненавидела. Что-то... Что-что-то... Я слишком разошлась. Но я рада, что ты хороший сложитель. Моника. Блин, мне Монику легче, конечно, озвучивать, потому что я просто делаю... Такой легкий голос. А вот для других девушек мне приходится ее как-то вот искривлять. Особенно для Саюри. И снова привет, ДДД. Как проводится творчество? Нормально, кажется. Проверим на слово. Проверим на слово. Но только если проблем действительно нет. Я рада, что ты стараешься. Возможно, скорее ты напишешь свой шедевр. Я бы на это не рассчитывал. Не загадывай. Хочешь поделиться тем, что написано на сегодня? Конечно, держи. Я отдал свой стих Монике. Ладно. Довольно хорошо. Напомню на это Саюри. Точно-точка, как и прошлый. Вы такая неразлучимая пара. По-моему, ты ее переувеличиваешь. Да, наверное. Но ты проводишь с ней довольно много времени, даже в клубе, разве нет? И опять же, я не виню тебя в том, что ты чуточку стесняешься. Я... Я... Я не стесняюсь, я просто... Ахаха, просто тебя подразниваю. Я понимаю, что тебе необходимо время, чтобы подружиться с остальными. Но Юрий и Нацики чрезвычайно интересные люди, так что не стесняйся уделять им честь своего внимания. Да и со мной можешь поговорить. Когда захочешь. Я же не займусь... Не кажусь тебе какой-то... Ммм... Неприступной. И... Или же... Или нет? Ой, нет. Ничего подобного. Я просто до сих пор еще не... Еще здесь не освоился только из сего. Ага, прости, если ты... Если тебе показалось, будто я на тебя давлю. Я совсем не хотел, чтобы это так выглядело. Нет, не переживай. Я понял, что ты имела в виду. Ну тогда ладно. Кстати, хочешь теперь прочесть мой стих? Мне нравится, как он получился, так что надеюсь понравится и тебе. Ладно, давай взглянуть. Сохрани меня. Окей. Загрузи меня. Ладно. По-моему, это куда более абстрактно, чем в прошлый раз. Наверное, это просто мой авторский стиль. Прости, если он тебе не по душе. Нет, нет, я такого не говорил. Наверное, дело в том, что я ранее никогда не сталкивался с подобным. Мне в какой-то степени нравится играть с пространством на бумаге. Выбор положения для слов может целиком поменять настроение стиха. Это почти что магия, когда я делаю строки такими короткими, создается ощущение, будто они пытаются перекричать шум. Ясно. И все равно мне трудно понять, о чем этот стих. Ага. Иногда не имеет смысла спрашивать, о чем стих. Он может быть абстрактным, являясь материальным выражением чувств. Или диалогом с читателем. Так что, отталкиваясь от этого, не каждый стих о чем-то. В общем, вот тебе писательский совет от Манники. Никогда, иногда приходится принимать крайне трудные решения, когда подобное случается. Не забудь сохранить свою игру. Никогда не предугадаешь, в какой момент передумаешь. Или когда случится что-то неожиданное. Стоп. Разве этот совет вообще относится к писательству? О чем я вообще говорю? Ну, ты говоришь сейчас про игру саму. Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Так, ребята. Все уже прочитали стихи друг друга? Нам нужно по кое-чему пробежаться. Так что, будьте добры. Сядьте на последних рядах. Это связано с фестивалем? Ну, что-то этого. Бе, нам, правда, придется делать что-то для фестиваля? Ничего годного. Всего за пару дней все. Ра... Ну, они... Скрипаешь. Мы лишь заставим себя на посмешище, а не привлечем новых людей в клуб. Да, я тоже беспокоюсь об этом, по этому поводу. Я плохо расправляюсь. Справляюсь, когда что-то приходит делать в последний момент. Но не переживайте вы так. Мы обойдемся чем-нибудь попроще, ладно? Потребуется всего лишь парочка декораций. Сайори уже занимается плакатами, а я наброс... Набросала парочку стихов, которые мы можем засчитать. Окей, это, конечно, все классно. Но ты так и не сказала, что именно мы собираемся представлять на фестивале. Ах, извиняюсь, я думала... Все уже знают. Мы будем выступать. Выступать? Моника. Да, мы будем выступать со стихами. Каждый из нас выберет себе по стиху и... Зачитает его на фестивале. Но фишка в том, что кто угодно сможет подняться на сцену и тоже прочесть какое-либо стихотворение. Сайори пишет об этом на плакатах. На случай, если кому-то понадобится время, чтобы подготовить заранее. Хе-хе-хе. Сайори занята зарисованием плаката. Развернула его. Ой, показываю. Моника, ты прикалывайся. Ты же... Так... Ты же... Ты же еще не начала развешивать эти постеры по школе. Ну, начала. А что? Ты категорически против этой идеи? Так-то нет. Идея неплохая, но я... На это не подписываюсь, так и знай. Блин. Фигас 2 я стану читать стишки перед толпой людей. Я согласен с Нацикой. Я никогда в жизни не решусь на что-то подобное. Юрия испуганно тряхнула головой, представляя это. Ребята! Нет, Сайори. Я их понимаю. Вспомню, что прошла... Прошла всего пара дней, как Нацикой и Юрия стали кому-то показывать свои стихи. Раньше они этого никогда не делали. Требовать от них зачитывание свою поэзию перед целой аудиторией это слишком. Как-то я упустила это из виду. Так что прошу прощения. Однако... Я все равно считаю, что мы обязаны выложиться на полную. Судьба этого клуба зависит только от нас. Если мы все хорошо выступим вначале... То это заставит других сделать то же самое. И чем больше людей выступит... Тем лучше мы покажем остальным, что за классная штука литература. Да! Она помогает выражать свои чувства. Учит понимать себя. Рассказывать новые горизонты. И наслаждаться жизнью. Именно. Вот. По этим причинам мы находимся в клубе здесь и сейчас. А разве мы не хотели... Хотите поделиться этим с другими? Вдохновить их на открытие... В себе тех же чувств, которые изначально привели вас сюда. Знаю, хотите... Мы все хотим. И если все, что ради этого требуется... Всего лишь пару минут... Постоять посреди класса и прочесть их... Я знаю, что вы сможете это сделать. Нацик и Юри молчали. Сайори нервничала. У меня не осталось выбора. Я согласен. Не думаю, что это такая уж невыполнимая просьба. Сайори и Моника приложили массу, усилия, чтобы клуб пополнился... И мы должны хоть бы немного им в этом помочь. Ну, наверное, но... Кажется, у Нацики не осталось аргументов. О-о-о... Ладно, хорошо. Видимо, придется это как-нибудь пережить. О-о-о... Фух. Спасибо, Нацики. А что насчет тебя, Юри? Она окинула наши нетерпеливые лица безраз... Безразовестным взглядом. Ах... Кажется, здесь уже все решили за меня. Ахаха, един... Единогласно. Юри, ты лучшая. Этот клуб наверняка сведет меня в могилу. Господи. Все будет хорошо, Юрий. Но все-таки... Давайте перейдем к основному делу. Я хочу, чтобы каждый из вас выбрал по собственному стиху. Будем упражняться в чтении друг с другом. Сейчас, разбежалась. Моника. Это... Это уже слишком внезапно. Скажи-ка мне, как ты собираешься читать стихи перед незнакомцами, если не можешь сделать это перед членами клуба? А, нет. Не переживай. Я научу... Я начну первое, чтобы остальным было не так страшно. А можно я посреди тебя? Ага, конечно. Ага, конечно. Так, споредим. Моника начала читать свою тетрадь, пока не нашла какой-то особенный стих, который ей захотелось прочесть. А затем встала на кафедру. Стихотворение называется «Как они летают». Моника начала читать свои стихи. Ее чистый, ее чистый, уверенный голос наполнял комнату. Более того, она читала безупречным выражением. Очень тонко, чувствуя, какой эмоции выделить. Каждую строчку, она оживляла слова. Что это выработанная привычка или природный дар? Я гляделся. Все взгляды были устремлены на Монику. Сайори выглядела восхищенной. На лице Юри застыло напряженное выражение, которое я не мог расшифровать. Наконец Моника дочитала. Мы вчетвером тут же зааплодировали. Моника перевела дыхание и улыбнулась. Это так классно, Моника. Спасибо большое. Я просто стремилась подать хороший пример. Готова выступить в следующий раз, Сайори. Я буду следующий. Ух ты, Юрия внезапно загорелась. Юрия смело в руках лист бумаги и встала из-за парты. Не поднимая головы, она спешно заняла место за кафедрой. Те, которые они называются? Юрия заволнованно обвела на взгляд. Ты сможешь, Юрия? Она называется после образа багрового глаза. Юрия дрожащим голосом начала читать стихотворение. В секунду мгновение назад она фантастически отказывалась от этого. Фактически, точнее. Что же заставило ее так стараться? После первой пары строчек, после голос Юрии сменился. Это было похоже на то, что она растворяется в своих книгах. Натужное влияние сменилось четким слогом сильной и уверенной женщины. В стихии оказалось много смен и обрывов ритма. И она выделяла их с идеальной выверенностью. Должно быть, это был редкий проблеск того самого. Короче, ничего интересного вообще. Блин, давайте это пропустим. Вообще неинтересно читать. Ох, время много. Времечко. Так, нацики читает. Тебе легко говорить. Лучше не заставляй меня делать это снова. Ох, ну, хотя... Ты хотя бы чувствуешь себя готовой к выступлению на публике. Я хотел сказать, что делать это перед другими будет в разы проще. Для чужих людей я могу сделать морду кирпичом. Но когда передам мои друзья, это как-то неудобно. Как удивительно, нацики. Для меня, вот, совсем наоборот. А, ну для меня, вот. Ну для меня, вот. Так, поэтому... В таком случае, думаю, о фестивале сильно переживать не стоит. Тем не менее, хочу поблагодарить всех за то, что постарались. Пускай было весело, но зато, надеюсь... Нелегко, но зато, надеюсь... Все теперь ощутили на себе, каково это. Не забудьте выбрать стих. И хорошенько подготовиться к фестивалю ОК. Я буду делать в программке. Так что, предупредите меня о своем выборе заранее. Блин. Нужно будет, наверное, выбрать какой-нибудь другой стих. Так тоже подойдет? Так... А... Это не обязательно должен быть твой собственный. Я и так приятно удивлена, что ты вкладываешь в клуб столько сил. Это безумно меня радует. Да ладно, мне не трудно. Так, ребята. Думаю, на сегодня достаточно. Я понимаю, что на субфестиваль... Но давайте постараемся на завтра опять написать стихи. До сих пор у нас все получилось. Так что, я собираюсь продолжить эту традицию. Что касается фестиваля, закончим обсуждение завтра. А затем у нас будут целые выходные на подготовку. Понедельник, ответственный день. Жду не дождусь. Я смогу, я смогу. Так, я поднялся. Если это настолько энтузиазма, сколько у Сайори и у Моники, я в себе не найду. Но приложу все усилия. Если это необходимо для клуба. И чтобы произвести впечатление на Монику. Мне следует постараться. Пойдем с Сайори. Ага. Неразлучная парочка. Вечно вот так вместе уходите. Разве это не трогательно? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Блин, ребята. Не нужно делать из этого события. Но это должно быть так приятно. Ну... Эм... И что мне на это отвечать? Хе-хе-хе. Не на... Не напрягайся, ды-ды-ды. Тебе не обязательно отвечать. Ладно, идем уже. Я снова иду домой с Сайори. Оказалось бы, прошло всего пару дней, а изменилось многое. Но сегодня, под дороги домой, Сайори вела себя немного тише, чем обычно. Эй, Сайори. Прости, я задумалась. Да, неудивительно. Эм... Я думал о тут твоем разговоре. Мне нравится, что мы... Не... То есть... Промямли вас о Юре. В общем, допустим, в один прекрасный день Юрий захочет возвращаться со школы с тобой. Вместе. Чего? Что ты тогда будешь делать? Что это еще за вопрос? Ты... Ты ставишь меня в тупик. Ты ставишь меня в тупик. Хе-хе-хе-хе. Ну... Я стану ходить с тобой, Юрий. Я все равно буду ходить только с тобой домой. Сайори, ты серьезно считаешь, что я могу бросить тебя ради Юри? Что? Но... Она такая красивая и умная. Блин. Я и так вижу ее в клубе каждый день. К тому же мне всегда казалось, что тебе нравилось возвращаться домой в моей компании. И я бы не смог лишить тебя этого. Ты такой глупый, ды-ды-ды. Иногда ты слишком много думаешь обо мне. Если бы Сайори захотел... Юрия... Сайори... Если бы Юрия захотела... Она могла бы занять мое место, так что... Сайори, я не меняю своих решений. Иногда я тебя совсем не понимаю. Прости. Кстати, в чем прикол гадать о том, что все равно никогда не случится? Беседа из-за глуха. Непривычно, что Сайори переживает из-за подобных вещей. Но я уважаю ее мнение и хочу, чтобы она была счастлива. До фестиваля осталось всего лишь пару дней. Кто знает, что может произойти за это время. Так, ну наконец-таки мы и окончили эту серию. Ой... Как бы... Вернемся завтра, наверное. И... Да пройдем. Как бы доки-доки. Ой, удачи.